ну а сейчас мы с вами видим уже выход боевых самбистов то что на данный момент не боюсь этого слова венчает наше самбо то что действительно чего там скрывать а а а Это относительно недавно, если первый чемпионат Советского Союза. Спасибо вам, Александр, в 1939 году. а 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 очень захватывающим и к сожалению я вам еще до сих пор не представил спортсменов в красной форме ширине ширине алим он представляет сборную команду россия и противостоит ему болгарский спортсмен козев марку ну конечно же это вечное противостояние российских болгарских спортсменов оно не только в боевом саду но и в спортивном саду среди женщин и среди мужчин и 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 Зарабатывает еще один, что называется, страховочный балл. То есть, если он вдруг неожиданно летит на 4 балла, он еще будет вести. Еще становится 5-0. Очень важный балл. Сейчас зарабатывает для себя Шеринли. Может быть, он и разовьет еще этот дальнейший успех. Но, тем не менее, этот балл очень нужен. Страховочный балл. Обмена ударами. Посмотрите, очень неприятно. Я думаю, было сейчас обоим. Оба пропустили. Но у нас удары не оцениваются. У нас активность зарабатывает болгарский спортсмен. Потому что после удара Шеринли все-таки коснулся коленями. Удар в борьбе самбо, в частности, именно в боевом самбо, оценивается только в том случае, если после удара соперник упал на какую-то часть тела. В данном случае он коснулся коленями и отактивность. Хотя было видно, что Шеринли хотел, наверное, сделать проход в ноги. Но не успел. Он начинал опускаться для того, чтобы пройти ноги. Но получил удар в челюсти. И это так совпало гармонично, что действительно получил активность. Долгородство спасли руку. И вот я думаю, что сейчас Александр Павлович, старший тренинг, по-моему, если подсказывает ему, что руки надо держать немножечко повыше. Вот посмотрите, какой хороший удар. Здесь вот попадание, что называется. Попадание. Попадание в челюсти. А вот если это нужно, надо держать чуть-чуть выше, чем спортивно. Это понятно каждому, потому что голову надо защищать, она все-таки одна. Мы не только головой едим, но и думаем. И поэтому она нуждается в защите. Она, я имел в виду, именно голову. Итак, поединок продолжается после оказания врачом необходимой помощи. Там немножечко была кровь у Ширинли. Козев вниз, собирается сдаваться. Молодец, настоящий спортсмен, настоящий боец. Это видно. Не собирается сдаваться, идет вперед. Пытается отыграться. Минута 34 еще биться. Посмотрите, вновь российский спортсмен отходит. И на отходе пытается пройти в ноги. Но вот я уже вижу, что Виктор Бухол, да, чемпион Советского Союза по самбо. Теперь выдающийся судья. Он призвал к замечанию. Да, и арбитр с ним согласился. Действительно, замечание. Замечание зарабатывает в отрицательном смысле слова Ширинли. Минуту 15 остается бороться. Отступает уже. Отступает Ширинли. Тяжело удержать. Пытается удержать. Он хочет действительно выиграть. Вновь проход в ноги. Контратака, что называется, на отступление. Но она не удается. И болгарский спортсмен показывает, что он явно уже доминирует. И судьи единогласно присуждают первые предупреждения российскому спортсмену. Счет становится 5-1. Счет становится 5-1. Минута еще бороться. И ногой, посмотрите, ногой попадает, колено попадает в голову. Это болгарские соперники требуют нокдаун. Но арбитр объявляет предупреждение за то, что был нанесен удар спортсмену, который на данный момент находился в партере. И это справедливо. Мы с вами сегодня уже обсуждали эту тему. Вот мы сейчас можем увидеть. Вот в партере стоит. Вот, вот видите. Хотя, если еще раз в заметном виде посмотреть, может быть, красный спортсмен еще и не находился в партере. И тогда это был бы нокдаун. Надо бы, ну, если будет возможность у наших режиссеров, операторов показать еще раз этот момент в замедленном виде, и тогда все увидят, это предупреждение или все-таки нокдаун. Ну, мы видим, что после этого удара все-таки Шеренлид чуточку поплыл, что называется. Несмотря на то, что пытается удержать, 49 секунд бороться. 49 секунд бороться. Но, тем не менее, видно, что он плывет. Болгарский спортсмен прессингует, прессингует, пытается еще, еще удары. Вот это уже нельзя бить сейчас, нельзя бить, потому что в партере находится красный. Вот, это активность. Активность после удара, посмотрите, да, коленом в голову и на колено. Бросок. Два балла зарабатывает болгарский спортсмен. Счет 6-3. 26 секунд бороться. Вот это поединок. Посмотрите, на удушающий прием. На удушающий прием переходит болгарский спортсмен Козев. И тут же не только душит, но еще и успел нанести два удара по голове. Он не только делает удушающий прием, но успевает нанести два удара по голове. Счет 6-3. Очень непростой поединок. Очень непростой поединок. И вот схватка останавливается. Бороться остается 21 секунда. Посмотрите, сколько крови. Вот удар в голову. Бац, вот за это вот активность. Да, конечно, он и получил ее совершенно справедливая. Это удар в голову. Вот здесь мы видим это. Вот. Но вот предыдущий эпизод все-таки нам пока не показали. Председатель судейской коллеги Всемирной Федерации самбо Василий Троянович Перчик подозвал бригаду. Начинает, чуть-чуть вносит коррективы. Вот президент Федерации самбо Болгарии. Очень горячится. Пытается давить на судью. Но, тем не менее, посмотрите. Объявляют предупреждение за пассивное ведение борьбы с самбисту из России. Тут же получает удар. Тут же получает удар. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Они уже не слышат. Посмотрите, это боевое самбо. Остается биться 17 секунд. Не видит, не видит, не видит. Уже не слышат соперников. Требует... Просто требует нокдауна. Болгарский спортсмен открывает нокдаун. Арбитр. При счете 6-5. Открывает. И 4 балла за нокдаун. Зарабатывает. Да, какая встреча. Действительно финаль. Это зрелище. Это есть на что посмотреть. Она действительно... 9-6. Счет становится 9-6. И уже теперь, конечно же, Шеринли пытается переломить ход встречи. Ну что же. Ничего... Одна секунда в финал. Ликование. Ликование. Видно, что в стане болгарских болельщиков вся болгарская делегация аплодирует и видит, что да, победа. Посмотрите. Козьев Марко, Болгария. Как он радуется. Как он радуется с тем, что он завоевал в третий раз. Надо, к слову, сказать, что этот спортсмен в третий раз завоевывает звание чемпиона мира. Да. Козьев Марко. Достойная, достойная встреча. Достойно отбился Шеринли. Козьев Марко проявил вот в этой встрече, когда учреждается приз за волю к победе. Конечно же, вот такие встречи и достойны приза за волю к победе. При счете 5-0 встреча закончилась со счетом 9-6 в пользу болгарского спортсмена. Да. Вот это действительно воля к победе. Вот это мы сейчас с вами увидели. Молодец, молодец болгарский спортсмен. Козьев Марко, трехкратный чемпион мира. Сегодня он стал трехкратным чемпионом мира. Выше всех похвал. Отличную встречу провел. Молодец. 7 килограмм. И бронзовыми призерами здесь стали. Кудо-Танец из Казахстана. Сергей. Субтитры создавал DimaTorz. 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 Субтитры создавал DimaTorzok